Музыка Шесть мальчиков и шесть девочек из одной параллели пятых или шестых классов. Всего 36 команд, и каждая из них – лучшая в своем городе или районе. Перед каждой стоит задача – выйти в финал во что бы то ни стало. Группы поддержки не только подбадривают своих одноклассников, но тоже соревнуются. Специальные жюри оценивают активность болельщиков, оригинальность костюмов, наличие эмблемы и флага школы, а также реквизита. За Ивантеевцев болеют современные подростки с нестандартными прическами, а также индейцы-апачи, которые желают всем командам удачи. Ивантеевку на соревнованиях представляет вторая школа. В том году команда пятых классов стала третьей в финале. Анастасия участвует в веселых стартах со второго класса. Говорит, у них очень дружная команда и группа поддержки. Мы очень четко готовились, каждый день занимались, очень рано вставали. Ну, в общем, для нас это было очень трудно, но все равно мы считаем, что это важно тренировки, поэтому все ходили и относились к тренировкам очень трепетно, с уважением к учителям. В организации соревнований активное участие принимают учителя физкультуры города, а также методический центр. Не обошлось и без помощи волонтеров, учеников старших классов, седьмой школы и шестой гимназии. Раньше Ивантеевка проводила подобные соревнования только на уровне города. Сегодня мы принимаем делегации из еще семи муниципалитетов. Все соревнования, которые проводятся в дирекции спортмероприятий Министерства Московской области, они носят за собой рейтинговый характер. Помимо этого, очень приятно, что именно наш город стали выбирать для проведения таких спортивных массовых мероприятий, чего раньше просто у нас не было. Буквально в течение пяти лет мы наладили взаимодействие с региональным координационным центром, нам стали доверять мероприятия по различным игровым видам спорта, и сегодня доверили проведение именно зонального этапа. Но это для нас, конечно, большая галочка в том, что значит у нас все хорошо проводится, и участников, и организаторов все устраивает. По итогам лучшими среди пятых классов становится команда из Фрязина, второй – команда из Королева, Ивантеевка становится третьей. Среди шестых мы первые, второе место у Королева, а третье у Фрязина. Это значит, что у наших шестиклассников есть хорошие шансы побороться за призы губернатора Московской области Андрея Воробьева в финале. В прошлом году призовой фонд соревнований составил 20 миллионов рублей. Регулярный турнир лидера хоккея набирает обороты. В эти выходные в нем принимают участие 8 команд из Москвы, Балашихи, Мытищ, Ивантеевки, Лобни и Республики Беларусь. В течение четырех игровых дней ребята 2009 года рождения и моложе сражаются за звание чемпионов. Болельщики могут не только присутствовать на матчах лично, но и смотреть онлайн-трансляцию с комментариями хоккейного эксперта Артема Батрака. Те, кто лучше будут подходить к реализации своих моментов, наверняка и добьются нужного для себя результата. Каждый вечер где-то просматривают какие-то ошибки на наших матчах, уголы с ребятами так разбирали. Ну и хорошо, что есть трансляция родителей, которые остались в Минске, все время смотрели. Вчера постоянно писали после первой игры, второй, что молодцы, поздравляли. По итогам лучшими становятся ребята из Лобни. На втором месте белорусы из Динамо. Третьими становятся москвичи «Северная звезда». Ивантеевский лидер на этот раз занимает четвертую строчку. В первую очередь хотелось сказать большое спасибо организаторам. Очень было на высоком уровне. Судейство, вообще все понравилось. Каток не пустует. Здесь постоянно кто-то занимается хоккеем. И нашим детишкам, безусловно, надо уделять внимание. Так что, ребят, спасибо огромное за приглашение. И я получил подлинное удовольствие. Спасибо. Все призеры, а также лучшие игроки турнира получают свои медали и награды от спонсоров. В Королеве в рамках всероссийского проекта ночной хоккейной лиги «Студионный лед» состоялся матч между командами Москвы и Московской области. Москву представляла команда «Камар», в составе которой сыграли Марат Башаров, Андрей Мирзликин, Оскар Кучера и Сергей Крестовский из Умутурман. За команду Московской области сыграли профессиональные бойцы. Кикбоксер Бату Хасиков и победитель Кубка мира по джиу-джитсу Камил Гаджиев. С отсчетом 6-4 выиграла команда Московской области. Ивантеевку на праздники представила команда спортивных волонтеров. Данил Закурдаев, Анастасия Завьялова, Екатерина Никулина и Анна Пахомова приняли участие в организации встречи. Они помогали как хоккеистам, так и гостям соревнований и болельщикам. В Одинцово завершилось первенство Одинцовского района по волейболу, в котором приняло участие 6 команд. Ивантеевские волейболистки 2006-2007 годов рождения по итогам пяти игровых дней стали третьими, уступив только хозяевам соревнований и Подольску. В открытом Кубке ЦФК города Москвы по тейквондо воспитанница клуба «Вымпел» Анастасия Сеничева заняла первое место по спаррингам, второе по абсолютным спаррингам и третье место по туль. Поздравили ивантеевскую спортсменку президент Федерации Тейквондо Москвы, главный секретарь Хапкидо России и президент Федерации Тейквондо Московской области. В электростале прошло первенство Московской области по плаванию среди лиц с поражением Ода. Наш город представил Иван Пастухов, который на дистанции 50 метров на спине занял второе место. Иван тренируется у Михаила Русенцова. В Ивантеевке состоялась детская лыжная гонка «Лыжня здоровья» на призы шестикратного паралимпийского чемпиона Сергея Шилова. На старт вышли 100 самых юных лыжников от 4 до 11 лет нашего города Пушкина Красноармейская и Мытищ. Победители и призеры гонки получили награды и подарки из рук Сергея. На стадионе труд прошла открытая зимняя спартакиада среди инвалидов и людей пожилого возраста города Ивантеевки, организованная отделом «Ахиллес». Приняло участие более 60 человек. Кроме членов отдела «Ахиллес» в спартакиаде участвовали гости из Щелкова и Пушкина. Среди женщин лучшими в своих подгруппах стали Рузалья Июбова, Галина Андронова и Светлана Мелехина. Среди мужчин первое место занял Алексей Варганов. Команда спортивной школы ИХМ 2007-2008 годов рождения заняла третье место в открытом первенстве Московской области по хоккею среди КФК. Для воспитанников спортивной школы это был первый турнир такого уровня и уже призовое место. Ивантеевец Максим Голощапов сыграл на одном из самых престижных детских турниров по хоккею «Прорыв» на Кубок Олимпийского чемпиона Алексея Ковалева. Максим выступил за свою первую команду «Хоккей Уэй», которая в итоге победила. Кубок им вручил сам Алексей Ковалев. За команду ЦСКА выступил еще один хоккеист из Ивантеевки – Арсений Николаев. ЦСКА по итогам турнира получили бронзовые медали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова